Этой зимой «Спартак» очень активен на трансферном рынке. Московский клуб подписал уже шесть новичков – Свинов, Класин, Николсон, Максимчук, Хлусевич и ПРЦУФ – и заметно омолодил свой состав. Лука Катани объясняет это сменой курса и тем, что теперь в клубе хотят планомерно выстроить новую команду, которая уже через пару сезонов сможет бороться за чемпионство. При этом, не забывают московский клуб и расставаться с футболистами, которые не вписываются в обновленную стратегию развития. Так, зимой команду уже покинул Александр Ломовицы-Ки, перешедший в Рубин, однако это еще не все. По информации российской и зарубежной прессы в зимнее трансферное окно «Спартак» покинут еще три футболиста, а именно Георгий Мелкадзе, Йорит Хендрикс и Самуэль Жиго. Георгий Мелкадзе. За восемь сезонов в «Спартаке» Миколдзе так и не смог должным образом проявить себя и за 26 матчей не забил ни одного гола. Зато за это время Георгий трижды съездил в аренду, Ахмат, Тамбов и Тосна, и провел 70 матчей за «Спартак-2». С покупкой Николсона стало ясно, что шансы российского форварда пробиться в состав красно-белых практически отсутствуют. Сейчас по информации «Спорт-24» Мелкадзе ведет переговоры с Сочи и уже согласовал личный контракт на три с половиной года. Теперь в Сочи осталось лишь договориться со «Спартаком» о сумме трансфера. Йорит Хендрикс. Из-за лимита на легионеров покинет «Спартак» и Йорит Хендрикс. Известно, что у голландского полузащитника были варианты в России, Химке, Турции, Антальяспор и США. Однако в итоге полузащитник вернется на родину. По информации издания 1908 Хендрикс близок к переходу в Феенаорт на правах аренды. Это подтверждает и издание АД, которое сообщает, что Феенаорт арендует Йорита до конца сезона с правом последующего выкупа. Самуэль Жиго Вчера Мохаммед Беншинафи, являющийся агентом Самуэля Жиго, сообщил, что его клиент не будет продлевать контракт со «Спартаком» и хочет попробовать свои силы в чемпионате Франции. При этом Беншинафи дал понять, что француз не покинет московский клуб этой зимой и доработает свой контракт с красно-белыми до конца. Однако, уже сегодня французское издание Lefosin сообщило, что «Спартак» готов продать Жиго уже зимой, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. По данным зарубежного издания в настоящий момент российский клуб ведет переговоры с Марселем, который хотел подписать Самуэля в качестве свободного агента летом 2022 года. По информации Lefosin французский клуб готов заплатить за Жиго 2 миллиона евро, а «Спартак» готов отпустить своего игрока в новый клуб уже в зимнее трансферное окно. «Спартак» готов!